всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить тур цифру который взорвал инстаграм идея приготовления этого торта принадлежит израильской девушке кондитеру который всего лишь 20 лет это новый тренд в изготовлении торта и канал готовим с любовью тоже в тренде готовьте вместе со мной и радуйте своих родных только домашними и вкусными тортиками для теста нам нужны будут следующие продукты 200 граммов пшеничной муки 70 граммов холодного сливочного масла щепотка соли одно яйцо и 70 граммов сахарной пудры берем миску не и высыпаем пшеничную муку теперь я беру терку и натираю сливочное холодное масло на терке растираю руками масло с мукой в крошку можно порубить масло с мукой ножом добавляем в тесто одно яйцо крупное желательно взять щепотка соли и сахарная пудра я все сразу добавляю теперь будем перемешивать смотрите больше муки не добавляйте тесто не должно быть забитым оно у нас должно быть мягким рассыпчатым нежным руками замешиваем получается достаточно такая пластичная мягкая масса вот таким должно быть тесто вот смотрите какое красивое тесто у меня получилось нежное не липнет к рукам очень мягкое для этого торта подойдет основа и медовая и также пекут коржи с добавлением медальной муки я выбрала один из доступных вариантов это будет у нас нежная песочная рассыпчатая основа и крем-чиз я думаю это удачное сочетание и тортик понравится всем вашим родным и близким тесто кладем полиэтиленовые пакеты заворачиваем и отправляем в холодильник на 1 час теперь будем готовить украшения для нашего торта чаще всего такие торты украшают свежими фруктами и ягодами но так как у нас зима с фруктами тяжеловато поэтому мы приготовим украшение желе я беру желе вишни с натуральным соком сухим беру также силиконовую форму сердечки это будет красиво и очень празднично вес пачки сухого желе у меня 90 граммов рассчитано растворять эту пачку желе в 400 миллилитров воды но я делаю на пол порции я буду ее растворять в 200 миллилитров воды первым делом нам нужно закипятить воду вода у нас закипела я выключаю огонь и высыпаю желе сухое и теперь размешиваем до полного растворения желатина в воде это будет прекрасное украшение для нашего торта теперь силиконовые формы заливаю желе остаток желе вылью в обычные силиконовые формы для кекса желе ставим в холодильник до полного застывания для этого торта я сделала шаблон высота шаблона 28 сантиметров диаметр большого круга 17 сантиметров маленького 14 диаметр большого круга который я вырезала 7 сантиметров маленького 5 сантиметров я достала первый кусочек теста с холодильника выкладываю его на пергаментную бумагу сверху слегка присыпаю мукой мне удобнее делать это так кто-то раскатывает между двумя листами пергамента я делаю это таким способом нам нужно сделать длину нашего теста 28 сантиметров и вырезать шаблон раскатали тесто теперь по шаблону с помощью ножа я вырезаю цифру 8 толщина нашего теста должна быть примерно 3 миллиметра как видите ничего сложного в этом нету вырезали лишнее тесто убрали с остатков теста которое мне не понадобится я сделаю печенье первую цифру 8 перекладываю на противень и поставлю в холодильник а пока займусь второй цифрой доделываем вторую восьмерку вырезаем большой круг как вы видите шаблон можно сделать в домашних условиях любую цифру теперь аккуратно снимаем сильно не придавливайте чтобы не осталось тесто у вас на шаблоне две восьмерки мои готовы тесто как вы видите не слишком тонко раскатано 3-4 миллиметра нужно раскатывать и отправляем наши восьмерочки в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень коржи выпекались 15 минут для крем чиза нам понадобятся следующие продукты 400 граммов крем сыра хохланд 200 миллилитров сливок жирностью 33 процента и выше сливки должны быть холодными и 100 граммов сахарной пудры берем миску в нее выкладываем сыр сыр хохланд можно заменить сыром филадельфия но как по цене мне больше всего ну и по качеству хорошее качество именно этого сыра я постоянно его покупаю крем чиз получается идеальным вместе с жидкостью выливаю ее здесь совсем немного дальше в кухонную машину выливаю холодные сливки я брала сливки с жирностью 33 процента можно брать и выше чем жирнее тем вкуснее и тем стабильнее будет наш крем добавляем сахарную пудру я просеиваю через сито это очень важно чтобы не было комочков количество сахара в любом креме вы регулируете сами кто-то любит более сладкий крем кто-то менее сладкий поэтому количество сахара регулируйте под себя я учитываю то что сверху будут у меня украшения сладкого желе поэтому у меня будет в меру сладкий крем неприторный его дополнят сердечки с красного желе вишневого поэтому думаю все будет отлично вкусно и красиво теперь взбиваем сливки с сахарной пудрой в пышную массу сливки взбили отдельно взбиваем крем-сыр а теперь обе эти массы перемешиваем только не с помощью миксера или кухонной машины а с помощью силиконовой лопаточки так наш крем будет воздушнее и хорошо будет держать форму если вы будете взбивать все на миксере он не будет у вас плотным таким таким кремом будет хорошо промазывать коржи а вот именно для украшения и чтобы он хорошо держал форму лучше все таки это делать с помощью силиконовой лопатки смотрите какая красивая структура у крема это самый простой способ приготовления крем чиза с доступных продуктов смотрите какой красивый крем получается плотненький легкий воздушный очень и очень вкусный неприторный замечательный крем теперь обычная насадка звездочка я высаживаю крем чиз можно использовать круглую насадку на ваше усмотрение крем прекрасный я бы назвала это не торт а десерт от этого вкус не поменяется красиво высаживаем крем накрыли вторым коржом и здесь уже равномерно не спеша аккуратно выдавливаем крем это верхний слой все должно быть красиво и аккуратно говорят это новый тренд в кулинарии канал готовим с любовью тоже в тренде поэтому я решила приготовить не отставать от всех кулинаров и приготовить такой тортик на своем канале надеюсь вам понравилось видео и вы с радостью сможете повторить этот торт для своих родных чем более это так вкусно мне осталось украсить тортик желе и листиками мяты берем сердечко выкладываем на крем листики мяты по краям надеюсь вам понравится мое оформление моему сыну очень нравится желе поэтому он будет в восторге от такого украшения вот такой тортик на 8 марта можете приготовить и вы тортик готовится очень быстро крем чиз на сливках и сахарной пудре получается очень нежным и вкусным тортик в разрезе очень вкусный рассыпчатая основа и нежный крем чиз но я бы больше назвала это десертом но это лишь только мое мнение радуйте своих родных только домашними и вкусными тортиками подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока